Жильцы ряда домов на улице Дзержинского в Апатитах пожаловались в редакцию Народного телевидения на последствия, как это ни странно звучит, благоустройства. Люди говорят, рассчитывали вовсе не на тот результат, который в итоге получили. После масштабной реконструкции городской пешеходной улицы, тропинка, ведущая от нее к преддомовой территории, по их словам, превратилась в нечто труднопроходимое. Какое есть решение у этой проблемы, разбиралась моя коллега Юлия Астахова. Грязь, все расковыряли, грязюка не пройти. Вот дорожка есть, и куда она ведет? В тупик, в грязь. И там точно так же дорожка есть, вот эти вот, между теми домами. Дорожка есть и куда? Надо же сделать тротуар здесь, так ходить, по грязи. Петр Токарев проживает в 66-м доме. К себе во двор попадает по этой дорожке. После ремонта свежезаасфальтированная пешеходная улица Дзержинского стала ухоженной, говорит пенсионер. А вот проходной участок между 56-м и 64-м домами наоборот. Жильцам остается пробежать здесь разве что по узкой бетонной дорожке вдоль дома. Потому что шагать по куче щебенки, и уж тем более по грязи и лужам, вариант сомнительный и крайний. При этом местные жители соглашаются. Нормального тротуара здесь, собственно, никогда и не было. Я как-то, будем говорить, чтобы асфальт был, я не помню, а бетонный, наверное, здесь был. А теперь ничего. А теперь ничего. Есть вообще куча грязи лежала. Разбросали ее. И вот ходим, спотыкаемся. Жильцы сетуют. Раньше дорога была хотя бы утрамбована. А после ремонта, когда здесь складировали строительный мусор, она стала разбитой. А вот дому напротив Дзержинского, 47, повезло больше. Там появился новый тротуар. Впрочем, в управлении городского хозяйства пояснили – тротуар не появился. Его восстановили после замены труб теплоснабжения. А вот на проблемном для жителей участке асфальтового покрытия в принципе не было. Но может появиться. При инициативе жильцов. И первый шаг – организовать собрание с помощью управляющей компании. Собраться, вопрос поднять на повестку дня. То есть необходимо обустроить тротуар, например, или подход. Проголосовать за него, да, и это в протоколе отобразить. Следующий шаг – подать заявку на участие в программе формирования современной городской среды. И к ней приложить протокол общего собрания, в котором указан желаемый вид благоустройства. А потом ждать, надеемся, положительного решения. Продолжение следует...